Биопсия сигнальных лимфатических узлов Почти 100 лет плановая акселярная лимфатисекция была единственным методом установки статуса подмышечных лимфатических узлов. Одной из главных причин такой была теория Холстеда, которая попагировала распространение опухолевого процесса от первичного очага к отдаленным метастазам через региональные лимфатические узлы. На смену теории Холстеда пришла новая теория, теория Фишера, которая в первую очередь рассматривала рак молочной железы как системное заболевание. Если обращаться к истории биопсии сигнальных лимфатических узлов по ключевым событиям, то от теории Фишера до теории Семила Хеммельмана, который вагонтировал рак молочной железы как локальное и системное заболевание одновременно. Далее открытие Реймана Каббана со сигнального дозорного сторожевого лимфоузла в 1992 году. В том же году Дональд Мордон опубликовал свои результаты интероперационной биопсии лимфатических узлов и кортирования лимфатических узлов с использованием синего красителя у пациентов с меланомой. Дэвид Крейг, один из отцов основателей этой методики, с авторами опубликовал метод использования радиоактивного изотопа при раке молочной железы. Далее Армандо Джулиано с авторами впервые в 1994 году опубликовали свои результаты по биопсии сигнальных лимфоузлов при раке молочной железы в метиленовом синем. И естественно самое знаменитое исследование по биопсии сигнальных лимфоузлов это БП-32. Если рассматривать развитие самой методики, то аж в 1970 году КИЭД впервые показал первый опыт введения контраста препарата лимфозорин в субареолярную область с целью маркировки лимфооттока. В 1980 году впервые первый опыт лимфосинтографии с целью выделения сигнальных лимфатических узлов. Эта эра, если можно так называть, эра стадирования региональных лимфатических узлов при раке молочной железы, которая осуществлялась методом акселярной лимфодисекции и она являлась золотым стандартом того времени. Позволю себе напомнить вам самые безобидные в кавычках осложнения, которые влечут за собой акселярная лимфодисекция. Это и развитие паутинного синдрома, отек верхней конечности лимфедема и так далее. Сегодня мы, вернее не сегодня, а 25-30 лет тому назад мы вступили в новую эру, эру стадирования региональных лимфатических узлов под названием биопсия сигнальных лимфоузлов. Если обратить свои взоры в ПАП-МЕД, то на сегодняшний день там можно увидеть огромное количество публикаций на эту тематику, что говорит об актуальности этого вопроса по сей день. Впервые в 2005 году Американской ассоциации клинических онкологов, повторюсь, 2005 год, этот метод был признан как стандартом. И с того самого времени уже включился в рекомендации многих клинических ассоциаций. Чему мы научились за почти 25 лет проведения биопсии сигнальных лимфатических узлов? Ну, во-первых, биопсия сигнальных лимфатических узлов – это безопасно, это однозначно. Риск локального рецидива, как показывают многие исследования, составляет 0,3%. Основным из исследований по оценке биопсии сигнальных лимфоузлов является знаменитое исследование B32, анализ которого демонстрирует, что частота ложно-отрицательного результата по данной биопсии сигнальных лимфоузлов составляет 9,8%. Но данный процент не транслируется в высокую частоту локорегиональных рецидивов и составляет 0,3%. При этом мы имели 15,9% пациентов с пораженными лимфоузлами. Еще в 2015 году были выпущены и утверждены рекомендации Российского общества онкомомологов по биопсии сигнальных лимфоузлов при раке молочной железы. 2002 год. Начало биопсии сигнальных лимфоузлов контрастным методом, когда рядом с опухолью проводился 1% раствор синего сульфата, если говорить проще, лимфазурин, либо запанетован в Европе сине-фиолетового контраста трифенилметан, схожего по структуре синего сульфана. По большому счету, эта методика является одной из самых простых, дешевых и легко осуществимых абсолютно в любых условиях. Но есть одно «но», которое препятствует развитию этой методики повсеместно. Технически этот процесс выглядит приблизительно так, когда этот раствор вводится переориально, краска распространяется до сторожевого лимфатического узла, и, как вы видите на слайде, этот лимфатический узел идентифицируется путем макроскопической визуализации и отправляется на срочное гистологическое исследование. Самое интересное во всем, что лимфазурин на сегодняшний день, к сожалению, не зарегистрирован у нас в стране, и мы не можем использовать этот препарат повсеместно, и, к сожалению, это во многом осложняет методику использования у нас в стране. 2006 год. Радионуклеидный метод биопсии сигнальных лимфатических узлов у категории пациентов Т1, 2, Н0. Безусловно, надо сказать, что современная хирургия региональных лимфатических узлов – это слаженная работа двух специалистов – радиотерапевта и хирурга, потому что пациенток этой процедуры достаточно простой, с хирургической точки зрения процедуры готовят наши коллеги-радиотерапевты, и, в принципе, подготовка этого пациента для осуществления данной методики гораздо сложнее, нежели хирургический этап. Но это, если позволите, субъективное мое мнение. Безусловно, чем больше операций мы выполняем по биопсии сигнальных лимфатических узлов, тем больше у нас формируются опыты, тем меньше ошибок мы допускаем. Если обращаться к частоте выполнения биопсии сигнальных лимфатических узлов у нас в Центре в Институте онкологии имени Петрова, то данные говорят сами за себя, у нас неуклонно растет этот показатель. Если обращаться к данным нашего исследования биопсии сигнальных лимфатических узлов в Институте онкологии имени Петрова, то был проведен собственный анализ, который, по большому счету, результаты которого были сопоставимы с результатами исследования БИО-32, одного из самых знаменитых исследований. Данные на этом слайде также говорят сами за себя. Трехлетняя общая выживаемость составила 99,3%, при бесцедивной выживаемости в 96,2%. Выживаемость пациентов с непораженными сигнальными лимфатическими узлами составила 100%, с пораженными 97,4%. Трехлетняя выживаемость пациентов с поражением до одного лимфатического узла составила 99,7%, а с поражением более одного лимфатического узла, это крайне важно, 95,7%. У нас в Институте онкологии имеется также опыт использования в методике биопсии сигнальных лимфатических узлов препарата, который называется ICG, индоцианин зеленый. Это специфическая методика, которая позволяет визуализировать сигнальный лимфатический узел путем подсвечивания последнего препарата индоцианин. Мы у себя в центре использовали двойную маркировку сигнального лимфатического узла, когда при использовании индоциана зеленого в пациентке также вводился еще радиоизотоп. Так вот, комбинированный метод этой визуализации составил порядка 99%. Практически эта методика применяется с использованием красителя и наличие в центре таких препаратов, как зарегистрированных у нас в стране IC-Flow и SPI. Какие плюсы у этой методики? Во-первых, это доступнее, чем изотоп, не нужна гамма-камера, не нужен гамма-детектор, безвредно для пациента, возможно совмещение с изотопами, наглядная визуализация распространения препарата и накопления в лимфатическом узле. Ну и минусом, конечно, является нужна специальная камера, улавливающая данное излучение. Это, повторюсь, зарегистрированный у нас в стране либо IC-Flow, либо SPI. Как это происходит на практике? Краситель вводится после специальной разводки перитуморально, либо заоколореолярно, и мы можем визуализировать макроскопическую дорожку от основного очага до сигнального лимфатического узла. Есть свои особенности в проведении данной методики, потому что мы ограничены во временном промежутке при выполнении данной процедуры. Именно поэтому мы маркировали лимфатический узел дополнительно еще и радиоизотопным методом. Какие на сегодняшний день у нас существуют возможности интероперационной оценки сигнальных лимфатических узлов? По сути, это гистопатоморфологическое исследование замороженных средств, наиболее распространенный метод, и цитологическое исследование мазков-отпечатков и молекулярный метод исследований. Чувствительность гистологического исследования замороженных средств сигнальных лимфоузлов при макрометазотазах составляет 94% и при микрометазотазах – 40%. Но так ли необходимо выполнение срочного интероперационного исследования сигнальных лимфатических узлов? На этот вопрос отвечает исследование и доклад на одной из самых значимых конференций в ураку молочной железы Сангалин еще в 2017 году. Пациенты категории A0, клинический A0, повторюсь, которым показана органозохраняющая операция с биопсией сигнальных при СЛО1-2 лимфоузлах с метастазами, с последующей лучевой терапией, не должны подвергаться аксиленальной лимфодисекции. Более того, при выполнении органозохраняющих операций с биопсией сигнальных лимфоузлов нет смысла в интероперационной оценке сигнальных лимфатических узлов. Что если при клиническом A0 биопсии сигнальных лимфатических узлов обнаружен метастаз? На этот вопрос отвечает тоже очень большое, знаменитое синтенционное исследование Z011. Данные этого исследования говорят о том, что медианное наблюдение почти 10 лет. Нет разницы в общей бесрецидивной вызываемости у пациентов, которым выполняется рекслянная лимфодисекция, либо только биопсия сигнала лимфодических узлов, данные у вас глазами. Еще одно исследование показало свои результаты и данные о 10-летнем медианном наблюдении. Это также показало, что нет разницы в общей бесрецидивной выживаемости у пациентов, которым выполняется акселянная лимфодисекция, либо биопсия сигнальных лимфодических узлов. Что делать, если метастазы в одном-двух сигнальных лимфоузлах у пациентов категории N0 не являются? И постулат, вынесенный данным исследованием, говорит о том, что нет необходимости выполнять акселянную лимфодисекцию таким пациентам. Еще в 1984 году Кейди Арч сказала, что метастазы в лимфодических узлах являются индикаторами выживаемости, но их удаление на выживаемость никаким образом не влияет. Если подытожить выше сказанное, что мы знаем о биопсии сигнальных лимфодических узлов за 25 лет использования методики? Во-первых, биопсия сигнальных – это уже давно международный стандарт стадирования региональных узлов при клиническом N0. Повторюсь, это важно. Для выполнения биопсии сигнальных лимфоузлов не обязательно иметь радиозатопную лабораторию. Нет необходимости в проведении срочного интероперационного исследования сигнальных лимфоузлов. При обнаружении метастаза в одном-двух сигнальных лимфоузлов нет необходимости выполнения акселярной лимфодисекции. Существуют группы пациентов, для которых стадирование региональных лимфоузлов не изменит тагестику лечения и прогноз. Самое главное, зачем тогда выполнять им эту процедуру? И еще один момент, который хотел бы я осветить – это биопсия сигнальных лимфоузлов при неодиуматной терапии. Ну, после неодиуматной терапии, когда у нас пациенты из стадии N+, после неодиуматной терапии переходят в клиническую стадию N0. Есть данные исследования Европейского института онкологии. Большое рандомизированное исследование, которое транслирует следующие результаты. Медианное наблюдение рекордных 61 месяц. Частота акселярного рецидива, если выполняется только биопсия сигнальных лимфоузлов – 0. Биопсия сигнальных лимфоузлов с метастазами сигнальных лимфоузлов и акселярной лимфодисекцией – 0,7%. Я думаю, что данные весьма красноречивы. Что происходит у нас в центре? То на сегодняшний день данная методика биопсии сигнальных лимфоузлов после неодиуматной терапии, она все равно еще находится в стадии исследований. И каких-то данных глобальных по этому поводу нет. Глобальных, повторюсь. Здесь я привел для оценки ряд результатов исследований, которых мы ожидаем. Результатов этих исследований с большим нетерпением, потому что они еще раз должны подтвердить, либо наоборот опровергнуть все то, что я вам говорил выше. И основная задача врачей, коллег, наших докторов, как нам всем известно, это не навредить. Так зачем же выполнять потенциально калечащее хирургическое вмешательство на акселярной области, если они не улучшают показатели выживаемости в целом? Что мы имеем на сегодняшний день, коллеги? Во-первых, биопсия сигнальных лимфоузлов у первичных пациентов категории СН0. Это стандарты НСЦН, это стандарты АОР и стандарты Российского общества онкомомологов. Биопсия сигнальных лимфоузлов у пациентов категории Н0 до и после неодиуматной химотерапии. Это также является стандартом нашего центра и стандартом НСЦН. Биопсия сигнальных лимфоузлов у пациентов, у которых стадирование из Н+, перешло в стадию Н0 клинически, повторюсь, после неодиуматной химотерапии. Это стандарт, пока НСЦН у нас в институте онкологии имени Петрова стандарт, но при двойной маркировке сигнального лимфоузла и при маркировке пораженного лимфатического узла до начала неодиуматной химотерапии. Что нас ждет завтра? Ну, скорее всего, возникает вопрос о том, всем ли пациентам необходимо выполнять биопсию сигнальных лимфоузлов при Н0, он все равно достаточно открыт является. Всем ли пациентам необходимо выполнять акселярную лимфодисекцию при Н+, после неодиуматной химотерапии он тоже до сих пор открыт. Нужна ли лучевая терапия на зоне регионального лимфотока при клиническом Н0? Тоже вопрос открыт. Спасибо за внимание. Продолжение следует...